Ебачу за пики, да, не говори, а вообще в ахуя. Там Лондроид снизу, а тут ещё и Бристалбэк подъехал сверху. Жёсткие какие-то драфты у нас здесь команды решили нас порадовать, так сказать, чем-то неординарным, чтобы понять, как там пришло, но Ютора просто мало ХП имел, не отхилился. Но его забили, да, просто закусали. Добавно. Ты реально помолодел? И что ты теперь делаешь на стриме для 30+, Пшёл отсюда, чебал, и без деда не возвращайся. Ну да, так что, один из лучших, да, но до лучшего там далековато. Пожалуй, так Ютора нападают, но, ребятки, как бы здесь пизды не выхватить, ведь это Бристалбэк, и действительно выхватывает пизды Торонто. Ларл попался тоже, правда, Мирослав не туда, наверное, он задул, топчет ГПК, коллапс, следующее, он падает, топчет, следующее, это коллапс. Он готов ебать, вытархал двоих и отходит просто. Ну, нападение на Бристалбэк, конечно, моё почтение. Стоп, стоп, досмотри до конца, что лучше, взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме, или за 100 рублей на Лол Стим, я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешёвые аккаунты по любым играм. Больших тяжело будет убить, ультимейт от ГПК, правда, сюда летит Бристалбэк, просто встречает здесь сейвы Торонто и так далее, ловят мипошку, пока что мипошку что-то украл, ну, это просто задувка Банши, на бэклане убили сейва, и Етора вместе с Ларлом гонят. Хотят Бэтбум накинуться на вышку снизу, там коллапс, у него всё ещё нет. БКБ, так, ой, ГПК, очень плохо, кажется, сыграл, надо его срочно спасти, или ему пизда, его спасают, и ему не пизда, получается, не так-то плохо он сыграл, Ларл сюда приходит, ставит Койл, Етора убегает в Сайленсе, Ларл тоже убегает, нет, в итоге ГПК сыграл нормально, он просто ворвался и дал в ротацию. Ну, выглядело опасно, если бы там было бы коллапса, поймали, назарутали, трахнули. Коллапс выигрывает время для своей команды, хотя, честно сказать, хотелось бы, чтобы команда выигрывала время для коллапса. Блин, коллапс тут ещё на развороте, паучков поубивал, курицу какую-то убил. Чего, блядь? То есть вы поняли, он просто ландроид убил здесь в соло челлап, почему они не попытались его убить? Которые всем восстаравливают хп, как бы, тоже. Именно, что по чуть-чуть. Получается, Бристалл очень долго пыхтит, потом Грифсы... Так, долбит нормально кого-то, Тини, но, опять же, не получается, Грифсы пайпы, плюс Пугна подхиливает. Нет берста у Спирит, просто нет берста какого-то, чтобы убить кого-нибудь быстро. Так называемый смог последней надежды, то есть, может быть, если получит выиграть здесь драку, то... То есть, какой комбайк. Если проиграют, то можно ИГГ написать. Нападают на Миппошку, уже ГПК с БНК залетел, Миппошка погибает, Торонто там пересасывает. Вот, Етор не смог даже Торонто убить. Минус два саппорта, байбайки у них есть, конечно, но... Оттого не легче. Никакого размена не дали, ничего, ничего не получили. Два байбайка они нажимают, но... Дальше-то что? Вряд ли что-то будет ГПК, просто агрессивно очень прыгает вперёд. Етор нажимает БКБ, идёт чё-то... Вот сейчас нажимает БКБ, идёт чё-то там мутит-крутит, пытается убить Найтфолла. Ну, кстати, Найтфолл убил. Найтфолла убил, за следующий пошёл. Торонто убил! Сейва убил! Всех убил! Пьюру сбить нечем. Телепорт, к сожалению, поэтому его... Если бы Пьюру тут оставили, ну, это можно было бы даже зацепиться. Да, неожиданно. Пять тысяч дэмэджа и всех убил. Две тысячи пятьсот. Опять, правда, потеряли двух саппортов, которые после байбеков. Как бы дайбеки. Ой, короче, спирт, чё-то... Чё-то какой-то алкоголизм, блядь. Ну, обосрался я, обосрался. Погоди, тут уже новый файт. Сейв. Получает немножко поебал. У Таро, Етор, точнее говоря, вбежал. Просто убил, начинает драться. Один против всех, но он боюсь, что один против всех он проиграет. Хотя, погоди, пока что он убивает Таро, он коллап здесь. То есть, это знаменитый спирит фром бихайд? Или что? Или как? Надо уходить. Там два байбека, надо срочно петлять отсюда. Будет, наверное, хекс, да, хекс Етора. Етора не уйдёт, не отпустили его. К сожалению, Етора придётся попрощаться с жизнью. И 80 секунд до него без байбека. Как будто бы в патруле должны разобраться с этим умом. Типа, знаете, из разряда... Слышь, ты, долбоё, блядь. Ну, там, типа, я не знаю, давай там что-нибудь делай, или я просто буду тосать тебя в драке. Да пошёл ты нахуй, блядь, дел чехо, я же долбоёб на тине. Ну всё, тебе пиздавля. Я тебя тосаю, у меня вообще похуй на игру этот инсайд. Но медведь накидывается сначала на него, потом на трон. Медведь БКБ. Кусь-кусь-кусь делает. Бай-бай какие-то до конца гейминг, но конец близок. А вот и конец, собственно говоря. Гага, написано. Ну, чё могу сказать. Бадбом молодцы, Спирит. Ну, честно, мне вообще не понравилось, как Спирит сыграли эту игру. Я не видел в игре ни пака, ни динозавра. Практически никаких действий от Спирит. И у меня прямо вот перед глазами маячит опять же эта драка, да, где... Это на генетическом уровне понятно буквально, почему так. Так, медведь. Ой, 300 для коллапса. 300 голды. Ещё и за Томбу сейчас заработает коллапс. Правда, ФБ? И, правда, Томбу с динайли. Ну, за убитого Самона Медведя, конечно, ФБ не дают. Но по факту... 3-2-2. Ребята, там за ФБ 3-2-2 дали. Понятно. Сейчас ещё и на развороте тут ГПК, который отхилился, уже... Может, подерёт. Сюда ставится отличная Томба. Проблемы у Зевса. Он погибает. Мепошка погибает. Э-э-э-э... Ну... В принципе, бездари могут написать ГГ, я думаю, прямо сейчас. И Торонто. Поэтому нападать здесь, наверное, не очень хочется. Хотя вот этих вот можно попробовать. Какой-то глобал. Зачем? Нет, Фолло пытается убить. Так его убили. Кстати, он умер, да. Там ещё и коллапсы. Подает на двух саппортов. Соло убивает одного. На второго просто пытается уйти. ГПК заставил коллапс. У коллапса нет. Апрора. Но коллапс довольно крепкий. Всё равно он живёт ещё. Там Рубик что-то сверху помогает. Коллапсы кусают, коллапс убегает. Курни не прокают. Кто пиздел на Тим Спирит? Этим акту подел на Творс уже. Тем временем этот Юрий есть. А-а-а. Тим Пипирка. Слая во всей красе. Собственно говоря. Бэтбум на Рошана. Угу. Со вторым доминатором решают напасть на Рошана. На Мепошку нападают. Он умирает. У него есть байбэк. Но стоит ли его нажимать? Не поэту у Льдзиавса, у Сейва проблемки. Ебало потерял. Но жить будет. Кажется Тим Спирит отдают Рошана. Да. Не пытаются дефить его. Понимая, что бесперспективно. Надо коллапсу БКБ. Там Зевсу может быть 12 левел. И Шард. Очень хотелось бы поиметь. Антимагу нужна хотя бы манта. Хотя бы. Непонятно. Так, в этот раз ничего Антимаг не скипнул. И тут пытаются слать Баракилу. Правда, ультимейт от Зевса. Что-то там еще пошло. Ютор просто напрыгнул на Лекана. Просто убил Лекана. Прыгает, но следующего. Просто его убивает тоже. И все. Все. Антикрип накачался. Наконец-то, ребят. Вышел из леса. У Пьюра есть Аегис. Поэтому ему не так-то страшно. Умирать первый раз. Он еще не умирает. Там гем, кстати говоря. А, медведь на развороте. Медведь нихуя не делает. У Медведя нет. МКБ. Да, ДК в итоге упрыгивает отсюда. Но Мистер Пьюр будет умирать. Он, конечно, использует форму. Он даже не успел ее использовать. Он сдох. И это был момент, на котором проебали игру. Окончательно Бэтбом. Это 1-1 будет, очевидно. Ну да. Пошло стояние. Ну, в принципе, если Спирит тут выиграет Пэт, а не игру эту закончат уже сразу. Скорее всего. Ну, а если Бэтбом здесь выиграет Драку, то может быть камбэк. Где Торо нагревают его фаерболами. Пошел. Дракон. Ультимейты со всех сторон. Зевс пытается там Токио загрызть. Там отзонили сейвнув. Игрыжив. Драко за Рошан. Какая-то непонятно пошла. Пьюр пытается добить этого Рошана. Он добивает. Забирает Аегис. Забирают Аганим, я так понимаю. Да, Аганим тут же съедает ГПК. Где-то Антимаг убил. Все-таки пугнуло. Но потеряли Сайленсера. И при этом потеряли Рошана. Ооо, а если Хекс. Это было очень близко. Пошли соответствующие донаты. Субботы вечер. Нападают до Коллапса. Хекс стану в него. Коллапс пытается нажать БКБ на развороте. Откидывается Апрором. Во все стороны разломчики. У Мирослава проблема. Мирослав погибает. Размен один в один. Но еще и Лондруида забрали Аегис. Два саппорта умирают. А то от Бэтбум выкупается Мирослав. Дитора Хекс получает. Получает Хекс. Получает стан. Но его пока что спасают. Лондруида тут не оказалось. Летфолл пытаются убить. А вот и он. Лондруид. Делает кусь. Делает кусь. Делает кусь. Фир. Стан. Ооо. Это контрспелл ребят. Как же он сыграл здесь. Пьюр пытается свалить. У него медведь делает ТП. Мишку жалко. Я-то. Минус Мишка. И коллапс еще застанили. Захексили. Нужен сатаник. Берешь сатаник. Неважный гипсотоп. Так. Минус Мишка. Это не минус. Его пока что спрятали. А вот теперь он умер. А у Пьюра больше нет Мишки. Ну все. Пьюр без медведей. Считайте что. Оу май. Школа игры на лондруиде Дахака. Так сказать. Как школа английского языка Александра Невского. А он. БФ продал. Антимагия. Мудро. Мудро. Говорят. У тебя перчик заебатый. Оу. Ну тут. В принципе. На дурака. ФБ такое. Кто заберет ФБ. Должны были ГПК отдать. Ну да. ГПК. И отдали. Леон. Начинает уже по классике. Настоящая Леоновская классика. Сдох на ФБ. Ну тут правда Крипов сдох. Так что это не столь критично для самого Леона. Он то ничего не потерял. Естественно. Но зато он ГПК получил. Деньги за ФБ. В итоге у него будет ботл быстрый. Это не круто. НС стоп. Дота без тебя не дота. А перчик реально заебатый. Ну найс. Опа. Сейф. Мне Пошка ловит его. А? Фрак оставь. Кто разбирает фрак. По нам 4 яда. Вы еще иллюзии убивают потихоньку. Пасла. Джакира. Погоди. Тут что было ли он? Стоп. 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 О. Рошана бьют. Мужички за Бэтбом. Рошан потихоньку кончается. Мне кажется спирты не собираются никак с этим бороться. Так сказать. Они возможно и собирались бы. Но они что-то опоздали. Не разобрались. Вовремя что здесь Рошана бьют. Ну и Оегас для Доширака. Доширак довольно сильный. И у него есть Бладстоун. Но не забываем, что дровка скоро будет с Шардом. Шард дровки против Доширака с Бладстоуном работает достаточно хорошо. Леон. Что? Второй. Мана Дрейн. Будет замакшенный Мана Дрейн. Шард. И вот он типа будет контрить иллюзии. Соответственно вот эта вот история. Сон от Наги. Просто поймали два героя. Сейчас Айспас мы крапируем под них. Но Торонто вонючего получает. Через пять нажать. Стак кстати говоря не будет получен. Дровка просто погибает. Байбека нет у нее. Джакира разменяли. Убивают также Шаду Демона. Пытаются теперь ГПК нагреть. Нагревают ГПК. Ну разменяли также Леона. Просто какой-то дикий мэнфайт пошел. Где все пистят до конца. Умирает Пьюр. Коллапс его съел. ГПК пытаются убить. Рядом Ларл. ГПК пытаются улететь. Не хватит демеджа его убить. Скорее всего вот Найтфола. Хватит демеджа убить. И забавно здесь идет воровство больших древних крипов друг у друга. При помощи шлемов Оверлорда. Я правда пытаюсь понять. А ну да. У Наги просто. И он погиб. И отдали Рошана после этого спирита. Ну давайте посмотрим на практике так сказать. Как это будет у нас. Пьюр. Покатился. У него Аегис. Ему не страшно. Понимает что это настоящий. Оу май гад. Волчар откуда-то там залетает. Ну убивают сейчас Леона первым. Чтобы он не законтрел. Блять. Опять не законтрел. Бай-бай как это тут же коллапс там выгоняют. С другой стороны тут Пьюра зонят. Пьюр. 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 Может погибнуть у него Аегис. Джакира закинул Макропиру. На развороте и то расстрелять в Найтфолу. Мепошка. Убивают его. ГПК улетает с ТП. Отсюда. Пьюра. Теперь пытаются поймать. И. Прямо сейчас. Леон. Начинает контрить. Блять. Сайленс. Не. Ну типа. Звучит как будто бы это может быть более-менее со штормом каким-то. Ну например. Но и то. Честно сказать. У Леона такой монопул. У деба обосранный. Что. Ты особо не перезаливаешь. Ван. Ой. Блять. Ну и кто нагу теперь контрить будет. Долбоёк на Леоне. Пиздец. Все что умирают. Байбаков нет. А что если Найтфол. Погоню за Ларлом. Ларл отпрыгнул. И тут сон. Ятор поймал. Но у него есть. Бакалон сейчас. Блинкаут сделает. Питушок себе. Смотри. Смотри. Ны. Что. Как будто бы по клаве ударил кулаком туба. Сейчас Найтфол. Такое пьянство если сейчас то происходит. Не жаль умрет. Нет. Блять. Там так близко было. И кстати говоря. К тому чтобы он сдох. На пьоре. Еле-еле улетел. Там одной тычки. Мне кажется дровки не хватило. Чтобы он умер. Го федерального гуса. Нахнуться смотреть. Хексы есть у Бэтбум. Но что-то вот он например дал Найтфол ульт. Но продолжение это толком не последовало. Где продолжение? Непонятно. Рошана бьют. Хекс по мяпошке. Непонятно. Цель надо ли вообще трогать эту мяпошку. Врывается ГПК. Дальше. Котор там. Етор жжет. Мирослав пытается законтрить. Блять. Ну как же он не законтрил-то сука. Долбоеб. ГПК делает отсюда топ-аут. Пьюр. Просто на Наге уходит. Нужна какая-то помощь. На развороте дает хекс по паку. Пака грызет. Но Етора наваливает. Ультимейт от Найтфола. Лотус поздноватый. Приморозился. Етора. Боковато у него нет. А что если его как-то поймают? Леон байбекается. И уже летит, чтобы контрить иллюзии. Наге. Которые заебали здесь бедного Етора. Етор говорит, помоги. О! Не, ну учитывая, что у него ноль фингер этих. Ну, finger of death skills. Все, ноль. Ни одного нет у него. То, конечно, талант что надо. Вот уже и дровки ман подлил. Так, у дровки, кстати, БКБ есть. Поэтому сейчас придется его нажимать. Да, он его нажимает. Потому что, значит, вот пизда. Умирает мипошка. Леону надо держать позицию, чтобы контрить иллюзии Наге. Когда же он будет их контрить? Непонятно, когда он сбежал сзади. Убил уже одного героя. Калабс дальше кого-то там покусывает. Покусывает. Найтфол покусывает. Найтфол на маржу агре сваливает. Как-то там мансит. Что-то обнимансит. Найтфол. ХП мало. Блинк. Неспределенно жрать. Леон погиб в очередной раз. Но и у Бэтбум 2 героя погибло. Те. Итоги боя, ну, просто не работают больше в компьютерной игре. Эту ИГПК просто запрыгнул. И Тор, пока нет. Если получать, пизда. И Тора, я полагаю, дать всем тут пизда. И Тор пытается там что-то придумать. Но без Леона никто не может убить иллюзией Наги. Соответственно, она не может быть законтрена. Но, на самом деле, Ларл в этой игре, вот, в первой он был незаметен на паке. Но здесь он очень заметен. Он еще много всего делает полезно. Калабс улетает. О, Хекс на него заюзали. Опозорился Пьюр, кстати, он мог сначала Арчи дать, потом Хекс. Ну, Арчи дам линку сбить. Но, видимо, он не знал, что там линка. А где там линка? Ларл повесил на него линку перед тем, как уходить. Ебать, Биг Брэйн от Ларла. Ну, и Пьюр не заметил, видимо, эту линку, везящую на оппоненте просто. Так. Рошан, Рошан, Рошан. Начинает падать. Очень мало ХП уже Рошану. Буквально тысяча остается. Ларл попробует, наверное, украсть какой-то Аегис. Тут сон. Не дадут Ларлу ничего украсть. ГПК забирает себе Аегис. Там еще рефрешер-шарт его пока что забирает Пьюр. Попробуют Ларла, может быть, взять. У него линка все еще. Так, бежит Калабс. Бежит, бежит, бежит. Питается Пьюр в прогрессе. У Пьюр, кстати, Аегиса нет. Тут Макропира под Айспас. Еще больно коллапсан. БКМ не нажал. Нажимает БКБ. Плавина ХП, правда, нет. Но эту половину не понятно, как выбить. Там Лишак. БКМ не дамажит. Мепошка зашел. Что-то зашел и вышел. Хотя еще пока не вышел. Все еще живет. Он теперь умирает. Ну и да, это драка без Етора. Такая себе история. Без Етора драться. Вряд ли что-то получится. Здесь дэмэдж у Етора. Что говорит это плюс по этому проводу. 67 на 33. 42-я минута заканчивается в игре. Тем временем. Йес. Статистика 1.96 на Леоне. Ну это классика. Это классика. Для Леона это классика. Умирает Мепошка. ГПК на рампе. Получает Хекс. Кейт Стан от Лишака. Здесь Шардом. Пьюр начинает бить Тер-3 вышку. У ГПК Шард. Он просто раскидывает Станы вокруг. Чтобы... Ну вот, чтобы вот такое происходило. И было тяжелее напасть. Пошел еще один Глиф. ГПК еще один Стан под ноги кидает. И Тормультишотом откидывает. С Шардом там много стрел во все стороны. Но тут прыгают на него. Хекс дают. Рядом оказывается Найтфол. Еще Хекс. Еще Стан. Ну и просто уничтожена. Дровка была. Правда, тут же байбек. Сон от ноги или не сон. Нет, пока что никакого сна. Ларла в спине как-то застанели. Но он, в общем, не погибает. А вот Сол Ларл в БКБ. Успевает Шадоу Демона убить. И уходит отсюда. Пьюр после чего делает ТП. Потому что на очке. И Торонто тоже делает ТП. Вот так вот все в итоге делают... Делают телепорт. Вот у нас размен получился... Нет. И у... У флейнеров нет. У остальных есть. Придгул пак. Отлично всех разревелил. Жмет БКБ. Драк пошла. Коллапс. Бежит за Торонто. Сон пошел. Просто немножко, чтобы изменить, так сказать, позицию. И переждать там половину ульта Волка. Ну не половину, но треть где-то ульта Волка. Во сне переждать можно. Вот у него уже действительно половина осталась. Сейчас забили все в лес. Торонто, Токио. Ну просто в лесу пока что дефаются. Нормально. Пьюр тут танкует. И начинает это дикое ебалово. Убивает очень быстро Андаинга. Вместе с Бестмастером Торонто тоже убивают. Пьюр нажимает БКБ. Пытается сделать телепорт отсюда. Вроде получится. Да, получается. Но... Знаете, выглядит это все так. Блин, этот чел, он кидает в меня по 400 рублей, что, конечно, приятно. Но он тоже пишет какую-то полную херню. Похоже на субботний вечер, тот самый знаменитый в очередной раз. Ну, в принципе, там в основном магический урон у Бэтбум, это правда. Хотя урон нагиба порезался очень сильно. Если что. Он в основном-то белый. Так, не понял. Это что-то хуня. Э? Алкоголизм. Так он же сам туда прыгнул, реально. Это не самая грамотная игра от ЕТОР, если честно. Мне кажется, он психанул. По-другому это и не назовешь в этой ситуации. Так, ну, коллапс пытается отдефать как-то эту ситуацию. Надо крип скипнуть. Я тему, он и занят. Дровка байбэк нажимает. Мультишот заряжает. Прыгает дальше. Убивает Джакира. И Сейва тоже убивает. ЕТОР просто двух саппортов. То есть, реально... Он считает, что это лучше, чем секс-машина. У коллапса проблемы. У-у-у-у-у. Есть байбэк. Стоит ли его нажимать? Опа. Ларл прыгает вперед. Коил по всем. Пошел сон. Ларл выпрыгивает из сна. На самом деле не выпрыгивает. Он все еще во сне. БКБ нажимает. Дерется один против всех. Один против всех. Один. Ну реально один против всех. Где помощь нахуй. Где команда мира. Контрит иллюзия на Леоне. Наконец-то. Какая-то ебань происходит. Уже Лешак с Ганимом бегает. БКБ нажимает. Тут дровка. Просто въезжает сюда. Начинает драться. Ага. Сон пошел. Волги Тора. Разбудили. И кажется дровку вытархали. Или еще не вытархали. Вот бы Сатаник. Сатаник это нет. Он умирает. В итоге на дровке байбека у него нет. Убили так что-то у Демона. Но он байбекает за Торонто. Только у Загросова коллапс. 4 на 4 остаются. Но правда немного неравные составы. Потому что тут нет керри. Но уже 3 на 4. Леона тоже убили. Мепошка пытается убежать отсюда. Хекс получает. Еще какой-то хекс по Ларлу. Хекс на хекс. Еще хекс. Хекс через хекс. Через хекс. И еще хекс. Хекс хекс. Не хекс. Ларл каким-то образом не умирает. Его походу в Буку в Шедо спрятали что ли. Или что. Да его в Буку в Шедо спрятал. Мирослав. И в итоге Ларл каким-то образом чудом выживает. Мьелмер планирует себе купить. 7 тысяч ведут Бэтбом тем временем ребят. И 64 минута в игре идет. Не ну. А Егис уже можно саппорту отдавать в такой ситуации. Так частенько и делают. И гоним все это Шедо Демс брать. Рефрешер тоже. А Егис видимо ГПК вместо чего-нибудь там цепанет. Да, ПК вместо рефрешера, который перезаряжается. Так. Вот этот барак-то лучше просто так не отдавать. Наверное. Или тут уже пофигу как бы. Ага. Биг Брейн. Сон. И ломается база просто. Но жмется гриф. ПАК. Куда-то в шифте прятался. Стараюсь Капс поймать. А что это Хекс? Капс убегает. Ларл. Прыгать вперед. Шедо Демс сдох без байбека. Знать, фолтер, фрешер. Рефрешер, дизайн, чтобы блинк нажать. Жесть какая-то. На бэклайне Ларла поймали. А Егис выбивает из Лишака. Лишака сейчас будет плотно пригревать. Здесь. Да. Ой, ой, как больно. Ой, как больно. Ёб твою мать. Но байбек у него есть, по крайней мере. Так что нормально. Там барак упал. Пока все это происходило. То есть тут как бы такая вот история произошла. Мирослав. Контрит иллюзия. И, кстати, у Мирослава рано или поздно будет 250 Ау Ехекс. Еще если Мана Дрейн делает урон. Но я не уверен, что это адекватный талант. А вот Ау Ехекс это талант интересный. Высосали здесь Джакиры полностью. Хотя он без байбека так же, как и Шеду Демон. Лишак с байбеком. Но я не уверен, что спириты что-то успеют сделать глобальное в игре. Так, какой-то ультимейт в ГПК. Как будто бы похуй. Все, залагало нахер. Просто сдох ГПК. Видимо, не разобрался немножко в ситуации. Ну, пора бить шмотки, я считаю. Ну, вообще, на самом деле... Как это вообще так вышло? То есть, крипы бьют базу, если тут мега-крипы. Мега-крипы не настолько сильнее, чем супер-крипы, что они вроде как не должны вообще крипов каким-либо образом пускать на базу. Ярослав, спасибо за стримы. Благодарность огромная. Но шахматы это просто душнина. Побольше веселья, пожалуйста. И ты не ответил, когда стрим по вороту фуэтрчраф. Но не сегодня явно. Так, что тут такое происходит? Мипошка. Бэм-бэ-бэ-бэм. Долбит нормально. По мипошке он умирает. Мирослав пытается уйти. Надсюда. ГПК. Куча дэмэджа. Он после байбэка. Доктор. Дальше полетел. По пьюру стреляет. Пьюр. Эй-эй-эй. Долбит нормально. Он там секс-машина. Второе БКБ. Пьюр. Проседает. Умирает. Пьюр-эхо. Айон-диск. Включается. Мирослав сосет у всех одновременно. Это очень жестко. Пьюр байбэкается. Найтфол байбэкается. Но втроем остаются игроки Бэтбум. Пьюра. Трудности. Да. Но правда здесь Ядора пытаются убить. Как он там подхилился. Не знаю каким образом. Он в каком-то бесконечном хиксистане контроля или что с ним. Вот тут просто трон упал уже, пока это происходило. И все. И вот таким вот образом, неожиданным, спирт выиграли этот матч 2-1. Вторая карта шла. Ой, это еще третья карта шла. 79 минуты. 38 секунд. И ГПК, который написал ГЛ Спирит Тумору с кучей смайликов был опозорен прямо сейчас. Ну а Спирит с большой долей вероятности в этом сезоне займут первое место в нашем дивизионе.